Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. Секрет рыбалки прост, держи удачу за хвост. Тема нашего сегодняшнего выпуска – воблеры Мину. Мы выбрали 13 наиболее важных и интересных, на наш взгляд, вопросов по воблерам Мину. Ответ на каждый вопрос у нас будет занимать около двух минут. Первый воблер Мину появился в Финляндии в 1936 году. Изобрел его Лауре Рапало. Именно с этого года началось победное шествие воблеров Мину по всему миру. Вопрос номер один. Что такое воблер Мину и чем он отличается от других воблеров? На сегодня существует огромное количество различных форм воблеров. Это и бочонкообразные воблеры, и каплевидные, и приплюснутые широкотелые, и воблеры со смешением форм, которые имеют черты различных видов форм тела воблеров. Если говорить конкретно о воблерах Мину, то это воблеры, которые имеют довольно-таки узкое вытянутое тело, и внешним силуэтом эти приманки напоминают привычный корм для многих хищников. Это пискарь, уклейка. Как правило, таких рыбок едят практически любые хищники, и поэтому воблеры класса Мину очень популярны при ловле рыбы. Как правило, воблеры класса Мину имеют лопатку, расположенную под углом порядка 45 градусов, и лопатка эта довольно-таки небольшая. Есть еще воблеры Мину версии Дип, которые имеют длинную лопатку, но сейчас мы будем говорить о воблерах наиболее распространенных, которые имеют сравнительно небольшую лопатку, расположенную под углом около 45 градусов. Особенность воблеров Мину в том, что они имеют довольно-таки мягкую игру с небольшой амплитудой и частотой. Вопрос номер два. На какой глубине эффективнее всего воблеры Мину? Рабочая глубина заныривания воблеров Мину находится около двух с половиной метров. Именно до такой глубины способны занырнуть воблеры данного класса, которые имеют сравнительно небольшую лопатку, расположенную под углом около 45 градусов. Глубина заныривания воблеров зависит от размера приманки, от длины лопатки, площади лопатки и угла, под которым она расположена. Но самое интересное, что если воблер Мину имеет погремушку, то даже заныривая на глубину около двух с половиной метров, такой воблер способен поднять хищную рыбу с глубины около пяти метров. Поэтому не стоит думать, что воблеры Мину, которые сравнительно неглубоко ныряют, могут быть эффективны только на мелководье. На самом деле, гремящие воблеры поднимают рыбу с глубины, и это надо обязательно учитывать. Но, конечно, если обобщать, то, несомненно, наиболее эффективно воблеры данного типа будут работать на глубинах до трех метров. Хотя, как мы уже сказали, они способны поднимать рыбу из большей глубины. Вопрос номер три. Почему на одних моделях воблеров устанавливают два тройника, а на других три? Как правило, воблеры Мину имеют два или три тройника в своем оснащении. Самое интересное, что вроде бы эти тройники небольшие, но на самом деле, если, например, на воблер данного типа, который имеет длинное тело, поставить вместо трех сравнительно небольших тройников два очень крупных, то такой воблер, естественно, будет выглядеть нелепо. Поэтому принято на воблеры до 10 сантиметров ставить два тройника, а на воблеры более 10 сантиметров ставить три тройника. Эти тройники сравнительно некрупные. Как правило, тройники на воблеров Мину имеют размер приблизительно такой же, как воблер в самой широкой части. Кажется, что такие маленькие крючки будут плохо засекать и удерживать рыбу. Но на самом деле, за счет того, что этих крючков несколько, после того момента, как рыба сядет даже на один крючок воблера, воблер начинает двигаться при вываживании рыбы. И, как правило, цепляется вторым и даже третьим крючком за рыбу. Поэтому вся нагрузка распределяется между несколькими крючками. И даже на сравнительно некрупные крючки воблеров Мину можно достать довольно-таки крупную рыбу, и никаких проблем с этим нет. Вопрос номер четыре. Как можно проводить воблеры Мину? Большинство воблеров Мину имеют собственную игру. То есть на равномерной проводке воблеры очень хорошо и качественно играют. Но надо сказать, что равномерная проводка работает далеко не всегда и не так хорошо, как нам хотелось бы. Гораздо лучшие результаты при использовании воблеров Мину приносит проводка Stop&Go. Суть этой проводки заключается в том, что рыболов делает мягкую потяжку удилищем, при этом воблер играет. И потом делает паузу. На паузе воблер, в зависимости от того, в каком виде он исполнен, тонущий, плавающий или суспензит, он начинает как-то двигаться или зависать на одном месте. И после какой-то паузы следует новая потяжка. Неравномерность движения значительно увеличивает количество поклёвок рыбы на воблеры Мину. И ещё более эффективная проводка – это так называемая твичинговая проводка, при которой воблеру придаются рывки различной силы и частоты. На твичинговой проводке воблер двигается неравномерно и порой хаотично, но рыбе это очень нравится, и она очень хорошо реагирует на твичинговые варианты проводок. Можно даже сказать, что именно с началом использования твичинговых вариантов проводок воблеры Мину смогли полностью раскрыть весь заложенный в них потенциал. Вопрос номер пять. Существуют воблеры Мину, которые совершенно не играют на равномерной проводке. Зачем они нужны? Многие рыболовы при ловле на воблеры вообще не применяют равномерные варианты проводок, а проводят их или проводкой стоп-н-го, или просто твичат. Многие производители об этом знают и изначально выпускают воблеры, а на коробках к этим воблерам пишут слово «джерк». Это означает, что воблер специально предназначен для различных видов рывковых проводок. Совершенно рыболов не должен удивляться, если он купил воблер Мину, у которого есть лопаточка, и вроде бы он должен играть на равномерной проводке, но на равномерной проводке он практически не играет или играет очень плохо. Но стоит такой воблер начать проводить различными вариантами рывковых проводок, как воблер оживает, преображается и начинает очень красиво играть. Поэтому наличие лопатки у воблера, расположенной под углом около 45 градусов, вовсе не говорит о том, что воблер будет отлично играть на равномерной проводке. Этот воблер может быть исключительно предназначен для ловли на рывковые варианты проводок. И, как правило, джерковые воблеры имеют очень-очень маленькие его лопасти. Такие лопасти мы даже называем иногда зачаточными, потому что она выглядит, как в лопасть у воблера мин, но только в два раза меньше по размеру. И когда на нее смотришь, непонятно, думаешь, как такой воблер будет играть на равномерной проводке. А он для равномерной проводки-то, в общем, и не предназначен. Зато на рывковых вариантах проводки такие воблеры творят чудеса. Вопрос номер 6. Какие воблеры мин улучши? Из бальса, из пенопласта или из пластика? Если бы речь шла о воблере, который нужно проводить равномерной проводкой, то, несомненно, воблеры, изготовленные из бальса и из пенки, работали бы вне конкуренции. Почему? Потому что и пальца, и пенка имеют очень малую плотность. Такие воблеры очень легкие. И даже на медленных вариантах проводки они очень хорошо играют, если проводка равномерная. Но современные реалии жизни таковы, что воблеры мин улучши приходится далеко забрасывать и проводить различными вариантами проводок. И тут-то оказывается, что цельные воблеры или из дерева, или из пластика вспененного, они уже значительно на сегодня уступают воблерам, изготовленным из пластмассы. Пластмассовые воблеры как правило, пустотилы. Внутри этих воблеров располагаются шарики. И эти шарики имеют подвижность. Подвижность шариков дает нам возможность забрасывать воблер очень-очень далеко. Потому что, когда перед броском мы воблер помещаем в вертикальное положение, шарики перекатываются в хвост. И в момент, когда мы забрасываем воблер, он летит к цели строго хвостом вперед. Не кувыркается. И еще очень интересный момент. Тот, что после рывка, когда мы проводим рывковой проводкой, шарики начинают перекатываться после рывка. И воблер у нас сразу после рывка не замирает на месте, как обычный, например, пенопластовый. А за счет того, что шарики внутри двигаются, он еще делает несколько конвульсивных движений. Очень часто именно вот эти конвульсивные движения в конце рывка воблера и провоцируют пассивную рыбу к атаке. Вопрос номер 7. Существуют плавающие, тонующие воблеры-мину, а также суспендинги. Какие из них самые востребованные? Если ловишь над травой и над затопленными корягами, там, где нужно провести воблер высоко и не зацепиться, то вне конкуренции, конечно, будут плавающие воблеры. Такой воблер, после того, как он сыграл, делаешь паузу, он всплывает на поверхность или, может, даже не всплывать на поверхность, но самое главное, у рыболова появляется возможность обвести таким воблером всевозможные препятствия. Довел до какой-то палки затопленной, чуть-чуть воблер приподнялся, ты перешагнул через палку и дальше делаешь проводку. Если нужно сделать далекий заброс и выполнять придонную проводку воблера, то вне конкуренции работают уже тонущие воблеры. Такие воблеры далеко забрасываются, но их проводить довольно энергично приходится, потому что за счет того, что они тонущие, большую паузу в проводке делать нельзя, потому что он упадет на дно и может там зацепиться. И есть еще третий тип воблеров. Это так называемые воблеры-суспендинги. Такие воблеры на проводке зависают. В момент, когда мы останавливаем проводку, они зависают ровно на том же горизонте. Если бы нам предложили из всех вариантов воблеров МИНО выбрать только один тип воблера по степени плавучести, то, несомненно, таким воблером у нас оказался бы именно воблер-суспендинг. Потому что воблеры-суспендинги имеют для своих размеров очень приличный вес, их можно далеко забрасывать. Проводить их можно совершенно по-разному. И большое преимущество воблеров-суспендингов заключается в том, что с ними можно делать паузы в проводке, доходящие даже до 30 секунд. К примеру, если мы ловим поздней осенью на воблер и МИНО, то мы непременно используем суспендинги и паузы в проводке, или в твичинговой проводке, или в проводке стоп-энд-го у нас доходят от 10 и даже до 30 секунд. За это время кажется, что можно даже заснуть. Но на самом деле, чтобы словить пассивную рыбу, нужно делать затяжные паузы. И именно воблеры-суспендинги позволяют нам это сделать. Их можно проводить, как мы уже сказали, точно такими же практически проводками, как и плавающие воблеры, как тонущие, но они гораздо более универсальны в плане всех видов проводок. Вопрос номер 8. Почему один и тот же воблер в руках разных рыболовов может ловить рыбу по-разному? Тут дело в умении проводить воблер и в умении подстроиться под настроение рыбы в данный момент. Один и тот же воблер в руках двух разных рыболовов может играть совершенно по-разному и, соответственно, совершенно по-разному ловить рыбу. В чем тут дело? Дело, естественно, и в умении, но и немаловажное значение имеет снасть. Потому что зачастую на хорошо подобранной снасти воблер может прекрасно играть. Если снасть неподходящая, к примеру, удочка излишне жесткая или излишне мягкая для данной модели воблера, то воблер уже играет несколько иначе. У воблера Мину есть лопатка, и эта лопатка оказывает на проводке довольно-таки сильное сопротивление. Поэтому рыболов, когда выбирает спиннинг для ловли на воблер и Мину, как правило, ориентируется на тестовый диапазон. Но очень часто бывает, что воблер определенного веса попадает в тестовый диапазон спиннинга. Но когда мы начинаем проводить приманку за счет того, что у нас есть лопатка у воблера, приманка сильно сопротивляется, и спиннинг уже перегружается. А перегруженный спиннинг не может качественно продернуть приманку во время твичинговой проводки. Поэтому, если выбирать спиннинг для воблеров Мину, то лучше всего ориентироваться на верхний тест, который должен превышать вес самых ваших любимых воблеров Мину где-то процентов на 30. То есть, если тест у спиннинга будет больше, чем вес воблера, процентов на 30, то воблеры можно будет проводить более качественно. И это, несомненно, скажется на результативности ловли. Вопрос номер 9. Всегда ли нужно добиваться того, чтобы воблер Мину на проводке рыскал то влево, то вправо? Когда твичинг только-только начинал развиваться, было мнение, что настоящий твичинговый воблер на проводке должен уметь разворачиваться буквально на 180 градусов. То есть, мы сделали рывок, он развернулся влево, потом сделали рывок, он развернулся вправо. И считалось, что чем шире ход у воблера во время твичинговой проводки, тем лучше. Где-то уже лет 5 мы считаем, что наиболее эффективно работают, по нашему мнению, воблеры, которые не умеют разворачиваться максимально широко и энергично, а воблеры, которые практически на рывках, не делают от этих движений влево-вправо. То есть, воблер делает скачок вперед, останавливается и делает несколько вот таких колебаний. Следующий скачок вперед и опять колебания. Кажется, что такая проводка излишне простая и ничего в ней особенного нет, но на самом деле щуку и окуня, да в принципе любую хищную рыбу такие воблеры ловят, по нашему мнению, в 80% случаев лучше, чем те воблеры, которые рыскают влево-вправо. Хотя, справедливости ради надо сказать, что рыскающие воблеры тоже нужны, когда требуется энергичная проводка, когда мы хотим воблер долго остановить в рабочей зоне, то именно рыскающие в стороны воблеры можно проводить очень медленно и они практически на месте будут делать такие развороты. Но, тем не менее, по статистике, вот у нас, например, лучше работают воблеры, которые именно движутся прямолинейно и совершают именно обязательно остаточные вот такие колебания. Такие воблеры, ну, по нашему мнению, более универсальны. Вопрос номер 10. Какой поводок нужно использовать с воблерами минну, чтобы щука не смогла срезать леску? Для воблеров минну лучшей защитой от щучьих зубов будет упругий поводок струна. Поводок струна, как правило, выбирается длиной чуть больше, чем длина тела воблера. И поводок струна очень хорошо работает с воблерами, которые на проводке движутся хаотично рыская то влево, то вправо. Для такой игры, если воблеры предрасположены к такой игре, поводок струна очень хорош, потому что упругий поводок улучшает такую игру. И никакая щука, естественно, поводок перекусить не может. Дополнительный плюс упругого поводка в том, что он защищает леску от захлестов за крючки воблера. Поэтому, когда мы используем поводок струну, у нас очень редко случаются захлесты. Если мы собираемся ловить на воблеры, которые движутся на рывках прямолинейно и покачиваются, то гораздо лучше выступают не поводок струна, а поводок из толстого флорокарбона. Толстый флорокарбон на воблерах, которые на рывковой проводке движутся прямолинейно, выступает гораздо лучше. И плюс флорокарбона в том, что он практически не имеет веса. Поводок струна имеет вес и очень часто меняет плавучесть у воблера. То есть, из нейтральной плавучести у нас воблер может превратиться с поводком струной в медленно тонущий. А поводок из флорокарбона сохраняет плавучесть данного типа воблера. Поэтому нужно пользоваться попеременно и один тип поводков, и другой. В зависимости от условий есть преимущество и у одного типа поводка, и у другого. Флорокарбон, конечно, имеет тоже определенный минус, потому что щука, конечно, его может срезать по сравнению с поводком из струны. Вопрос номер 11. Какая катушка лучше подходит для проводки воблеров-минноу? Безинерционная или мультипликаторная? Если рыболов предпочитает охотиться за такими рыбами, как окунь, жерех, галавль, то, несомненно, безинерционная катушка будет вне конкуренции. Безинерционная катушка позволяет с легкостью забрасывать сравнительно небольшого размера и небольшого веса воблеры-минноу и очень эффективно их проводить. Но если у нас приманки минноу имеют вес более 20 граммов, то гораздо уместнее использовать мультипликаторные катушки. Мультипликаторные катушки очень хорошо сочетаются с более тяжелыми приманками. И дело в том, что более тяжелые приманки оказывают на проводке довольно-таки сильное сопротивление. И чтобы удобнее было их проводить, мультипликатор более мощная катушка, чем безинерционная, поэтому можно проводить более комфортно. Кроме того, на мультипликаторную катушку можно наматывать толстую флорокарбоновую леску, а на флорокарбоновой леске воблеры тоже зачастую играют лучше, чем на плетеной леске. Плюс еще мультипликатора в том, что безинерционные катушки очень часто при различных вариантов твичинговых проводок начинают сбрасывать петли. И образуется борода на плетенке, это очень неприятно. А мультипликаторные катушки для рывковых проводок подходят гораздо лучше, потому что меньше проблем просто. Вопрос номер 12. Какой расцветке лучше всего выбирать воблеры воблеры минноу? Когда мы покупаем воблеры минноу в магазине, то мы, как правило, стараемся брать одну модель воблера, но обязательно в разных расцветках. Как правило, это флуоресцентная расцветка и натуральная расцветка. Зачем это мы делаем? Дело в том, что на каждую рыбалку мы всегда тоже берем одну модель воблера, но обязательно двух разных расцветок. Если мы ловим с утра, когда освещенность слабая, когда в воду попадает мало света, то, конечно, гораздо эффективнее работают флуоресцентные варианты расцветок. Такие расцветки ребьи заметны с большего расстояния, и они вызывают очень часто у рыбы агрессию, именно флуоресцентной расцветкой. Но когда поднимается солнце, в воду попадает много света, когда мы ловим в прозрачной воде, то, несомненно, воблеры натуральной расцветки оказываются более эффективной. Опять же, закончился день или появились на небе тучки, стало темно, опять тут же можно поставить воблер яркой расцветки. И в зависимости от условий ловли чередовать эти расцветки. И еще один плюс, когда у нас есть два воблера разных расцветок, если вдруг мы оторвали один из воблеров, то можно весь день ловить, например, оторвали натуральчик, можем весь день ловить на флуоресцентный воблер практически в любых условиях, и утром, и днем, и вечером. Ну, днем, конечно, он будет работать чуть хуже, чем натурал, но тем не менее мы будем ловить на хорошую, качественную, проверенную модель воблера. И не надо будет подбирать к этой модели варианты проводок, потому что рыболов ведь к определенной модели воблера привыкает, он учится ее проводить, он чувствует все микродвижения, микронюансы проводки, и поэтому, взяв другой воблер, который может быть очень качественный и хороший, сразу рыбу ловить хорошо не получится, надо к нему привыкнуть, требуется время. А когда у нас два воблера одинаковых, ну, пусть разных расцветок, никаких проблем, оторвали один, можем совершенно спокойно весь день отловить на другой воблер. Вопрос номер 13. В какой период года воблеры Миноу оказываются самыми уловистыми? Современные воблеры Миноу это весьма и весьма универсальные приманки. Они позволяют эффективно ловить рыбу весь период открытой воды. И ранней весной, и летом, и осенью, и поздней осенью, и зимой, в тех местах, где есть открытая вода, на воблеры Миноу можно поймать рыбу. Как правило, ранней весной лучше всего работают воблеры суспендинги, которые можно проводить с паузами, они зависают долгое время. Такие же воблеры хорошо работают и поздней осенью, и зимой. Воблеры, которые можно проводить в нужном горизонте и делать в этом горизонте длительные паузы, во время которых воблер замирает на одном месте. Если мы ловим летом, то гораздо лучше выступают тонущие воблеры или плавающие воблеры, которые проводишь очень быстро и энергично, летом вода теплая, рыба активная, и поэтому на энергичные проводки воблеров Миноу она отзывается лучше, и нет большого смысла делать затяжные паузы, это просто неэффективно. Но есть один маленький секрет, если мы используем воблеры суспендинги, то может оказаться очень интересная ситуация. Когда мы ловим на них летом, то такой воблер, хоть он и заявлен как суспендинг, он начинает всплывать, но когда на этот же самый воблер мы ловим поздней осенью, он вдруг превращается в суспендинг. Почему это происходит? Потому что разная температура воды имеет разную плотность. Когда вода теплая, плотность у воды меньше, и поэтому в теплой воде этот воблер может начать всплывать. А в холодной воде в осенней он уже превращается в натуральный суспендинг. Поэтому это нужно обязательно учитывать, и если мы хотим, например, имея воблер-суспендинг, получить настоящий суспендинг летом, его немножко следует пригрузить. Сюда поставить, например, стоит поводок-струну, и он превратится в воблер-суспендинг летом. А осенью уже вместо поводка-струны на такой воблер нужно ставить флорокарбоновый поводок, чтобы получить из этого воблера настоящий суспендинг. Среди рыболовных приманок найдется совсем немного тех, которые в состоянии ловить рыбу в самых разных условиях ловли. Рожденный в далеком 1936 году воблер-мину до сих пор остается грозным оружием в руках искушенного рыболова. С вами была программа «Чертова дюжина» и мы ее ведущие Дмитрий Щербаков и Владимир Щербаков. До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова